А перед посмотрим видео, рекомендую подписаться на канал Простой Парниша. Если вам интересна мототематика, то продубас на мопеде из бензопилы вас точно не оставит равнодушным. На канале можно увидеть доработку, обзоры и постройки мотоциклов, а также полезные советы и развлекательные видео. Поддержите парня, подписывайтесь на канал, ссылка в описании. Всем привет, друзья, я на связи и я продолжаю строить монстра. В данном случае решил немного подправить крыло, чтобы не выглядело так-то форно. Также решил сразу наделать отверстие для крепления номера. Без него, конечно, лучше, но без номера далеко не уедешь. Теперь пришло время сидения. Раздобыл я нормальный степлер, теперь можно обшивать. По-моему, огонь. Сидение в этот раз получилось бодрое. Но есть проблема, как и в прошлом варианте. Это щель между баком и самим сидением. Нужно будет исправить. В прошлых видео я кинул клич по поводу небольшого заднего стопа. Несколько людей это звалось. И вот Андрей, за что ему большое спасибо, прислал мне стоп. И еще что-то. Правда, я не очень понимаю, что это. Но на самом деле я не ожидал, что он будет таким огромным. По размерам он практически такой же, как и штатный стоп. Прикрутить к моему маленькому крылу будет проблематично. Да и хрен знает, как оно будет смотреться. В общем, дальше нужно будет подумать. Кстати, отдельное спасибо Андрею за тряпку, так как они у меня вечно в дефиците. Кстати, забавно получается, в Минске много запчастей от подписчиков. Передний обод мне прислали на замену кривому. Денис прислал с широкую резину, да еще и с монтажками. Шпильку ремонтную добрые люди выкачали. Вот стоп, Андрей прислал. На самом деле, круто, что есть такие люди. Ну а теперь момент истины. Истины. Вот и собрано это чудовище. Конечно, достаточно много возникало споров по поводу этой переделки. Одним нравилась идея, другим нет. На самом деле, результат меня вполне устраивает. Вот, ну что-то в этом есть. Такой вроде ретро-спортивный мотоцикл получился. В любом случае, это необычно, необыденно, интересно и по крайней мере 6 человек за последние 2 дня, пока я его собирал, подошло ко мне и им было интересно, что это за мотоцикл. Что хотелось бы сразу сказать по поводу покраски бака. Красил я тем, что осталось в прошлого раза, а именно немного красной краски и немного лака. Красился бак без особой подготовки, чисто для того, чтобы придать красного цвета, каким он является по документам, и защитить бак от коррозии. Кстати, краска особо не высохла еще, собрал чисто, чтобы вам показать. Почему пока так? Да потому что по поводу бака у меня есть несколько идей, но делать я это буду чуть позже. Пока что можно и так покататься. По поводу боковых резинок, которые находятся на баке, решил пока что их оставить, не хотел с ними заморачиваться, но, скорее всего, потом я их уберу. Насчет сидения. Как видите, расстояние между баком уже нормальное, для этого пришлось нарастить сидение с помощью куска поролона и немного подвинуть бак. Также есть прокол по поводу крепления бака. Как я говорил в прошлом видео, что бак держится хорошо, и это действительно так, но хорошо он держится в горизонтальных перемещениях. А если поднять его вверх, то не очень хорошо, как оказалось. Это я понял, когда проехался. На кочках он немножко подпрыгивает. Эту проблему тоже нужно будет исправить. Кстати, бак не дребезжит, так как спереди и сзади в местах контакта с рамой есть прокладки. По задней части я уже говорил, что нужно прицепить номер и стоп. Поворотов тоже пока что нету, я просто не знаю, куда их поставить, чтобы нормально смотрелось. Они уже для этого зада немножко большие, как по мне. Думал поставить их на места подножек пассажира, но смотрится это достаточно странно. По поводу проводки, всё нормально работает, всё проверил. Даже поворотники работают, хотя реле основательно так подгорело. К слову, вся проводка, реле и коммутатор теперь в передней части под баком. По поводу переднего щитка, некоторым не понравился этот вариант, мол, обрубок, колхоз, никто так не делает, и вообще это уродство. А я в свою очередь посмотрел этот вариант у таких мотоциклов. И как оказалось, всё-таки так делает. Ну да ладно, большой щиток ставить, как советовали в комментариях, я точно не буду. Или так, как сейчас, или вообще без него. Но на самом деле мне подходит этот вариант, так как визуально заднее и переднее крыло дополняют друг друга. В моём видении смотрится достаточно бодро. По поводу фильтра, воздухан пока что стоит в таком положении, так сказать, боком, так как в штатном положении сейчас его установить невозможно. Эту проблему тоже можно будет решить, ну со временем, так сказать, за чашкой чая. Но пока пусть будет так, даже в этом что-то есть. Тем более, что он абсолютно не мешает и хорошо закреплён. Кстати, поставил вот такой топливный фильтр. Напомню, что бак немного был ржавый изнутри, я его почистил, но решил перестраховаться. Это по сути обычная сеточка, но мельче, чем сеточка в самом кранике. Этот фильтр якобы для дизельных двигателей, что посоветовали подписчики. Многие мне написали, что ставили обычные бензиновые фильтры, но была затруднена подача топлива, как в принципе я и догадывался. Скорее всего из-за того, что проходит не чистый бензин, а смесь бензина с маслом. Ну, а сам мотоцикл, в принципе, заводится нормально. Здесь надо тумблер включить. Заводится отлично. Напомню, что здесь стоит лепестковый клапан, японский поршень, третий продувочный канал. Всё чётенько работает. В прошлый раз жиклёрчик я рассверлил, и сейчас он реально бодро валит. Единственная проблема – жёсткие амортизаторы. Всё-таки амортизаторы нужно поменять на мягкие. Ну и самое главное, что меня побудило поставить этот бак – это посадка. Так как, когда я сел и померил его в первый раз, я понял, что это кардинально другие ощущения. Меня, на самом деле, всё устраивает, тем более, что эта переделка стоила мне всего лишь там немного электродов и одного отрезного круга. А о кайфе во время работы я и говорить не буду. Тем, кто в теме, тот поймёт. Ну, в общем, спасибо, что смотрели, друзья. Ставьте палец вверх, и удачи вам!